Добрались до самого финала. Уже можно сказать, что чемпионат был крайне интересным. Много новых лиц открыл, огромное количество мировых рекордов. В общем-то, все мы это с вами видели. Ну а сегодняшние лица будут весить уверенно за сотку. Супер тяжеловесы вступают в борьбу. В заключительный день чемпионата мира по тяжелой атлетике приветствуем вас. Канал Евроспорт по-прежнему с вами. За режиссерским пультом Кувшинов Павел, комментаторы Алексей Безбородов, Иван Захаревич. И сразу же включаемся в борьбу на помосте Рубен Алексанян из Армении. Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года. Стартует с веса 185, уверенно. И отправляется в зону разминки ждать следующего подхода. В этой весовой категории самым опытным, скорее титулованным, наверное, уже и опытным спортсменом является представитель России Алексей Ловчев, который стал чемпионом в толчке, чемпионом мира в прошлом году, который является чемпионом Европы. Давай самые опытные запишем немца Виладжиша. Да, дублер Матя Саштайнера. Несколько олимпиад за его спиной. Март Сейм только что справился со второй своей попыткой. 185. Следим мы за этим парнем. Обещает каждое соревнование прибавлять. И везде анонсирует свои выступления на Олимпиаде в Рио, где там обещает бороться за золото. А вот и Алмир Виладжич, представитель Германии, готовится выходить на помост. Алексей Ловчев для первого подхода доверял 200 килограммов. И столько же по заявке было у спортсмена из Грузии Лаши Талахадзе. Пока что недоступен нам онлайн-протокол. По всей видимости, интерес к тяжелой атлетике в Соединенных Штатах. И не только. По всему миру очень велик. К завершению чемпионата мира все уже обратили внимание на то, что проходят такие соревнования. И перегрузило. Все рваки не выдержали. Уронили. Сайт Международной Федерации. Алмир Виладжич, 187. Первое появление на помосте. Отправляется. Ну что ж, несколько ранее, буквально два часа назад, закончились соревнования в группе «Б». И озвучим результаты. Пока лидирует второй спортсмен из Грузии, Иракли Турманидзе, чемпион Европы 2015 года. Да, вот так вот чемпионы Европы и в группу «Б». 202 килограмма в рывке. Пока как раз таки на эти килограммы мы с вами сможем и ориентироваться. Ну, в толчке 220. Всего-навсего. Невысокий результат. Самый большой в толчке показатель у чеха жири Орсага. 230. Да, большой парень выходил на помост. Ахмед Мухаммед из Египта. 187. И видели мы в преддверии этого чемпионата мира, уже находясь в Штатах, Ахмед показывал очень неплохие килограммы в толчке. 240 я видел, как он заправлял там. В тренировочном зале. Второй египтянин вдвоем они. Ага, все-таки вот Ахмед Мухаммед. До этого был Масуд Мухаммед. Прошу прощения. Ну, оба уверенно справляются. Марта Сейма показывает. Безусловно, Март Сейм силен именно во втором упражнении. В прошлом году в Казахстане 246 килограммов толкнул. Вполне прилично. Занял четвертое место в толчке и в сумме. Но героев, скажем так, прошлогоднего чемпионата мира сегодня на помосте мы не увидим. Руслан Албегов этот чемпионат пропускает. Будет готовиться непосредственно к Олимпийским играм. Нет и в группе сильнейших иранцев. Бахадор Мулаи выступал. Правда, выступал в группе, даже если не ошибаюсь, С. А Мулаи очень слабенько выступил. Не форми. 76 рывок и не помню даже сколько толчок. Очень далек он от своих показателей. Тот самый Мулаи, который с Русланом Албеговым на универсиаде в Казани зарубался и на чемпионате мира в Польше в 2013 году. Имеет такой толчок под 260 килограммов. В общем, сегодня его не будет. Поэтому Марцейм вполне будет рассматриваться в качестве претендента. Тем временем спортсмен из Бразилии Фернандо Рейс начинает соревнование с веса 190 килограммов. И, по-моему, это очень большой для него вес. Да, в Казахстане 190 он финишировал. Сегодня первая попытка, и мы видим достаточно уверенно. Но озвучивали мы год назад, что Фернандо Рейс непосредственно готовится к домашним олимпийским играм и, безусловно, будет набирать обороты, чтобы порадовать своих болельщиков, попытаться побороться за медали Олимпиады. Хаджа Мухаммед Тайчиев из Туркменистана впервые выступает. Нет, на чемпионатах мира выступал он в 2011 году во Франции. И вот после этого не было стартов. Сегодня немного правая рука, на мой взгляд, сыграла, но нет. Засчитали 190 килограммов. И это личный рекорд спортсмена. До этого на чемпионате Азии в прошлом году было 189. Уже 190. Ну что ж. Дружно так все поднимают. Марсейн, 190. Также личный рекорд. До этого самый большой рывок у него был 185. Ух ты. Да, смотрите, ну прям зацепил. Добавляет и добавляет. Прибавляет к прошлогоднему результату в рывке 5 килограммов Марсей. Если так же прибавить в толчке, то за 250 сможет толкнуть. А это уже такая заявка, ну на медаль это точно. Ну если, да, пятерочку, десяточку еще в рывке накинет к Олимпиаде, то вообще будь здоров, получается. Да, все его, получается, интервью где-то даже сбудутся. По-прежнему висит онлайн-табло. Идем вслепую по приборам. Чен Ши Чи. Спортсмен из Тайпея. Чемпион Азии 2015 года. Буквально два месяца назад. 193 в рывке, 245 в толчке. И, насколько я помню, такая безоговорочная победа. Сколько в рывке? 193. А сейчас 191 тоже легко. И уже в самом начале. Практически в самом начале. Видимо, была попытка на 182. В очередной раз чистят гриф. Рубен Аликсанян. Второй выход на помост. 192 килограмма. В случае успеха вторая строчка в протоколе. Пока результат Турманидзе из группы «Б» никто не может превзойти. Но из лучших показателей вспомним. 195 в этом упражнении. Минск. Чемпионат Европы 2010 года. Давненько это было. С чигишевом тогда зарубался Аликсанян. Аликсанян. 192 получилось. Год назад Аликсанян выступил не совсем удачно. «Баранка» в первом упражнении в рывке на 190. Алмир Виладжич. 192 килограмма. И это его второй подход. Виладжич имеет лучший результат в рывке. 193 килограмма. Практически около предельной веса. Да, еще одна попытка будет у этого спортсмена. И она пытается улучшить свой личный рекорд. Вот так Алмир Виладжи все время шел вторым номером. В супертяжах вслед за Матиасом Штайнером. Матиас Штайнер олимпийский чемпион. Сейчас не выступает. Олимпийский чемпион Пекина. Да, олимпийский чемпион Пекина. Не выступает и, в общем-то, не очень активно тренируется. После Олимпиады пару раз еще видели мы его на крупных международных соревнованиях. По-моему, в последний раз так немножко штанга его припечатала. И после этого не видели. Но в сети появляется о нем информация. Он похудел до 100 килограммов. То есть практически 50 или 60 килограммов лишнего веса. Убрал. Ну, соответственно, пишет, что чувствует себя прекрасно. Участвует в различных ток-шоу. Делится как раз таки вот этим опытом с гонки веса. Ну, как я понимаю, на помост не торопится выходить. Ну, что ж, все, что нужно. Матиас Штайнер выиграл. А вот Алмир Виладжич, который более возрастной напарник как раз Матиаса Штайнера, продолжает соревноваться. Алексей, с твоего позволения, не соглашусь по поводу все, что нужно, выиграл Штайнер. По-моему, мир он ни разу не выиграл все-таки. Да, ну, сразу Олимпийские игры, потом было... И Европа до этого была, до Олимпиады как раз. Ну, да ладно, со Штайнером. Туркменистан и Тайчеев, Хаджи Мухаммед. Вторая попытка. Туркменистан. Многовато, но, конечно, для Туркменистана... Да, прошу прощения, уже третья была попытка. Попадание в финал группы А супертяжей, я думаю, уже событие. Впервые на моей памяти именно видим мы среди сильнейших спортсменов. Гор Миносян. Второй тяжелоатлет из Армении. На четыре года Гор Миносян наложил своего напарника по команде. Чемпион Европы среди юношей. Вау! Ничего себе! Полупотец! Да, Веста 195 на штанге, между прочим. Да, неплохо готов Гор Миносян. Мы его не видели последние два года, потому что он отбывал дисквалификацию после юниорского чемпионата мира, который он, в общем-то, тогда выиграл. Два года перерыв был. И сразу же на чемпионате мира, как по себе заявляет, уверенно. Смотри, что Евгений Жерносек из Белоруссии уверенно поднабрал, на мой взгляд. Да. Ты что, бороду отрастил? Ну, я думаю... Как-то изменился. Может быть, и то, и другое. А можно посмотреть на его собственный вес сейчас? Его собственный вес на сегодня 153. Ну, немного. В Тбилиси 162 он весил. То есть, на десяточку, наверное, постройнел. Просто держать. Ну, что ж, неплохое начало. И если посмотреть на рекорд белорусского атлета, то этот рекорд 199 килограммов. В Казахстане это была бронзовая медаль. Так, по-прежнему недоступно онлайн-табло. Идем вслепую. Помнится мне, Ловчев заявлял 200 для первой попытки. Да, Ловчев и Лаша Талахадзе из Грузии. И был у нас результат 202 группы Б в рывке лучший, да? Ну, поначалу казалось, что немногие до двушечки доберутся. А тем не менее, уже 195 и по две попытки у очень многих атлетов осталось. Ай-яй-яй. Не получилось. Такой резкий тяжик, да? Взглянем на вес. Бразилия 153,86. Ну, в этом потоке тяжелее его только египтянам, которые везут 160 килограммов. Увидим мы его совсем скоро. И тяжелый тяжеловес – это наш Чингис Могушков. Есть статистика, и Чингис Могушков уверенно ее возглавляет. Уж в этой статистике Чингис первое место занимает, да? Да. Ну, Чингис Могушков на этом чемпионате мира не выступает. Хотя наши три супертяжа все имеют шансы попадания на импийские игры. Это и Чингис Могушков, и Руслан Албегов, и Алексей Ловчев. В принципе, и у всей тройки достаточно высокие личные рекорды, которые позволяют им бороться на международных стартах. Смотри, что происходит тем временем. Да, Тайпэй. Что, личный рекорд? Шичи Чен справляется со 195-ю. Да, на 2 килограмма больше, чем в сентябре месяце на чемпионате Азии. Неплохо. И? К Олимпиаде подарок готов подготовить этот парень. Да, 245 тогда толкнул. В общем-то, если пятерочку прибавит опять. Ну, будет, скажем так, не просто Алексею Ловчеву. Конечно, у Алексея хорошие личные рекорды, что в рывке, что в толчке. Он силен. Мы уже видели на этом чемпионате мира, что волнение иногда вмешивается в ход событий. Надеюсь, что сегодня этого не произойдет. Двухкратный чемпион мира Руслан Албегов от России не поехал на эти соревнования. В многочисленных интервью указывалась причина непоездки. решили перестраховаться, поберечься и на всякий случай выступить на Кубке Президента, который будет в Грозном с 11 по 14 декабря, который, впрочем сказать, тоже является лицензионным и отборочным в какой-то степени к Олимпийским играм. Беладжич, что, рекорд устанавливает? Личный рекорд, да, да, никогда не понимал. Не видел я 195 в исполнении Веладжича ни разу. 193 в Тбилиси на чемпионате Европы, и тогда это тоже был рекорд. Ну, в таком уже зрелом возрасте, 81-го года рождения, спортсмен устанавливает на величные рекорды, растет. Ну и вот, ну и в общем-то, по той же самой причине, невидимый Могушкову, я так понимаю, знаю точно готовился к Кубку Президента Российской Федерации Ченгеса в Таганроге. Ну, у нас на данном этапе хорошая такая скамейка запасных, в принципе, она есть, атлетов много, есть, скажем так, из кого выбрать главному тренеру. Ну, соответственно, конкуренция из-за этого растет. Ух ты! Вот так вот! 195 Фернандо Рейс. Очень колоритный персонаж. 25-летний бразилец заканчивает на очень хорошей ноте для себя. Рывок 195 никогда ранее не показывал. Он такие килограммы. Не снес оператора, когда уходил своими могучими плечами. Тяжики, смотри, что, разгоняются как, да? Да, да. Ну, вот пока я под впечатлением попытки Виладжича. Уже четверо на 200 заказали у нас. Неожиданно он прибавил. Пока, к сожалению, это третье место. Масуд Мухаммед сразу так 9 килограммчиков накинул. Как раз-таки тот самый малыш, самый тяжелый. 160 с половиной килограммов весит. Ай-яй-яй-яй-яй. Аккуратнее. Да, ну, видим, затейпировано колено спортсмена. И как раз на эту ногу он сейчас прихрамывает. Не пускает личного тренера. Видел, да? Да, ну, по правилам... Техделегаты только имеют право и официальные медики. Ну, в общем-то, по самому движению здесь абсолютно очевидно. Ничего не было такого опасного. Это старая болячка, которая дала себе, знаете, такой рецидив произошел. Ну, и у нас пауза такая, не совсем... Ай-яй-яй. Приятная. Давайте пока пауза... Расскажем о мировых рекордах. Давай. Сейчас мы их найдем, посмотрим. В рывке мировой рекорд 214 килограммов принадлежит Рансу Бегдаду Салими. В толчке 263. Хусейн Резазаде, также иранец. Такой уже давний рекорд. И сумма 472 килограмма. Тоже Резазаде. Резазаде. Сегодня эта весовая категория супертяжеловесов со всего мира собрала 36 атлетов, желающих побороться за золото чемпионата мира этого года. 36, это второй результат, самый маленький, в общем. Меньше всего было мухачей, 34 в 56. 196 на штанге. Рубен Александян, третий подход. И это личный рекорд. Столько он никогда не поднимал. Нет, пока. Не покорилась Александяну. И он закончил рывок 192. Алексей Ловчев, слышим, вызывается на помост. 200 килограммов все заявили. Египтянин отказался от третьей попытки. Травма. И в борьбу вступают лидеры. Алексей Ловчев, первый подход. 200. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что ж, неплохо. Долго готовился, настраивался. Конечно же, где-то, я думаю, в голове сидит рывок. Прошлогоднего мира. Да, в мире, где нулевая оценка. 205 тогда начинали. Многие потом корили. Зачем так много? Но, по словам и Алексея, и его отца, в голове держали попытку установления мирового рекорда. Поэтому и начали 205. Ну что ж, такой определенный урок, наверное, из этого извлечен. Сегодня 200, спокойно и достаточно уверенно. Лаша Талахадзе, Грузия. Неудачное начало. Талахадзе в 2013 году выиграл чемпионат Европы среди юниоров, но был дисквалифицирован. Тогда он поднял 190 в рывке, 225 в толчке. До этого выигрывал чемпионат мира, также юниорский, 190 плюс 221. Вот, получается, двухгодичный перерыв был в выступлениях. На чемпионате Грузии совсем недавно Лаша Талахадзе 207 в рывке показал и 248 в толчке. Приличные килограммы. Видео, в общем-то, доступно в сети интернет. Под этим видео кто-то так написал, что не верит, что сможет столько он повторить на чемпионате мира. Ну, взглянем совсем скоро. Да, но пока оправдывается. Евгений Жирносек, Белоруссия. 28-летний белорус продолжает свое выступление. Вторая попытка на 200, как ты говорил уже, Алексей. В прошлом году было 199 на чемпионате мира в Алматы, где он был третьим в этом упражнении. В итоге всех соревнований лишь пятый результат был показан. 426 с ума. Идешься, идешься! Ай-яй-яй. Чуть-чуть. В общем-то, близко. Не хватило. Что не хватило? Скорости? По высоте вроде бы нормально. Ну, опять-таки, на один килограмм больше, чем уличный рекорд. Ну, еще попытка есть у Белоруса для того, чтобы справиться. И Лаша Талахадзе 200. Все те же. Случай успеха на третьем месте выйдет в рывке. Вау! Серьезно, серьезно. Я думаю, первые попытки... Калиночки чуть согнуты были при фиксации. Да, рановато, судьи. Чуть-чуть. Рановато, нажали. Но убедительная попытка. Да, очень сильный парень. Началась... Да, в общем-то, не заканчивалась. Наверняка. Чехарда тренерская, перезаявочная. Да, 201. Жармасек. Гор Миносян. Вторая попытка. И 201. В этот раз не в полу подсет, но просадил очень легко. И 21-летний парень из Армении. Получается, что на первом месте размещается? Нет, пока на втором по собственному весу. Проигрывает. Проигрывает. Турманнидзе. И третья попытка Евгения Жарносека. Евгений родился и начал заниматься в городе Лепель, Витебской области, в 10 лет. Первым тренером был Анатолий Суворин. У Евгений не совсем получалось совмещать учебу и тренировки, поэтому он бросил, конечно же, тренировки. Но спустя какое-то время вернулся опять-таки к тренировкам. Результаты пошли в гору. И как результат победа на юниорском чемпионате Европы в 2007 году. Ну а сегодня 201 килограмм личный рекорд. Сразу плюс 2. Да. Тренируется в данный момент под руководством Виктора Шершукова. И мы видим, что результат есть. Постоянно прибавляет. Молодцы белорусы, хорошую, ровную команду привезли. Но это впечатление, оно сглаживается. Наверное, 94 пиком является выступлением белорусской команды. До 94 в 7,85 парни откровенно нервничали. В 94 уже такой дубль белорусский принес золото. Ну и сейчас жирносек тоже, в общем-то, выглядит неплохо. Он сейчас в лидерах. Нет, проигрывает по собственному весу. Нет, один килограмм. Смотри, что он делает. Это серьезный парень. Да, Гор Миносян. Все три реализованные попытки. И у нас, наконец-то, лидер из группы Б перекочевал сюда. Финал сильнейших в группе А. И Гор Миносян возглавляет. Но вот перед началом соревнований мы оценивали, смотрели, какие результаты показывают спортсмены. И так Алексей Ловчев, ну, выглядел, его позиции такие достаточно уверенные были. Но начались соревнования, и ребята начали творить чудеса. Уже, наверное, пять атлетов улучшили. 206 ловчев. Улучшили свои достижения в первом упражнении. И Ловчеву придется, конечно, попотеть. 206 килограммов на штанге. В случае успеха первое место. Пока Алексей у нас на втором месте. Держи, Леша. Хорошо. Очень-очень неплохо. Уроженец города Карабаново, Владимирская область. Выступает за юность Москвы и Республику Коми. Также представляет интересы ЦСКА. 26 лет Алексею. И это очень хорошая попытка в рывке. Я думаю, минимум 10, а то и 11-12. Ну, Алексей обладает хорошей гибкостью. Сейчас мы видели, ее даже использовать ему не пришлось. Ну, вот 11, пока что Винков заявил. Лаша Талахадзе. 207 на килограмм больше, чем Ловчев. Потому что Талахадзе чуть-чуть тяжелее. Ну, как чуть-чуть, на 15 килограммов. Но нужно поднимать на 1 килограмм больше. Серьезно, серьезно. Ну, в общем-то, ответ тем людям, кто там сомневался. Ваша Талахада предъявил. Ну, неожиданно. Если честно, все-таки знаем мы, что на внутренних стартах ребята обычно могут быть героями, а на чемпионате мира теряются. Вот Лаша Талахадзе, низ их числа. Так. Что получается? 211 все-таки попытка. Не 208, не 209, а 211. И это заключительная, заключительная попытка в рывке. Больше никого не осталось. И очень важное. Нужно создать вот этот гендикап перед толчком. Да, пока Алексей Ловчев на втором месте. Серебро уже у него никто не отнимет. Но можно его поменять на золото. Для этого нужно поднять 211 килограммов. Бежать! Хорошо. 15-ка сегодня была бы, если бы не такая плотность результатов. 100%. Да. Молодец. Это увереннейший подход, уверенная победа в рывке. Ждем просто. Изнываем толчка. Да, молодец Алексей Ловчев. Ну что ж, в рывке он полностью реабилитировался за прошлогодний чемпионат мира. Абсолютно. Взял золото, создал запас. Теперь главное четко отработать в толчке. В принципе, ну даже не обязательно поднимать много. Надо поднимать свое и выигрывать, в общем-то. Я думаю, Леша приехал в Штаты именно это сделать. В 2013 году Алексей окончил Институт физической культуры и спорта Владимирского госуниверситета. Сейчас аспирант этого же университета. Тренируется у отца Ловчего Владимира Васильевича. И также пишется тренером Иванов Сергей Викторович. Ну вот, в общем-то, он сейчас на экранах и был, помогал. Нагонял кислород для Алексея. И приятная для нас итоговая таблица. Но плотность немножко не такая, как мы ожидали, а значительно выше. Ловчев, Талахадзе, Миносян. Такова тройка призеров в рывке. Уходим на небольшой перерыв. Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в Хьюстон, где начинают свою борьбу супертяжеловесы. Весовая категория свыше 105 килограммов. И Хаджа Мухаммед Тайчиев из Туркменистана. Первое появление на помосте 226 килограммов. В случае успеха это будет лишь второе место, потому что возглавляет таблицу результатов во втором упражнении в толчке. Жири Орсак из Чехии. Он толкнул в группе Б 230 килограммов. Ну что ж, начало положено. И 230... 227 Евгений Жирносек. После рывка был пятым. Установил личный рекорд. 201. В толчке. В числе первых. Появляется на помосте. 230. Поднимал он на Олимпийских играх в Лондоне. Личный рекорд. В Казахстане год назад 227. И в Тбилиси на Чемпионате Европы 220. Ну, в Тбилиси следует отметить, что Евгений не в самой лучшей форме находился. Пошел, 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 пошел. Докольно. Ногами пошевелче. Держи, 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 держи. Вот проблема с вставанием из седа спортсмена. Просто тяжело. В груди мощно, как из пушки. Тем временем, Мухаммед Масуд из Египта, тот самый, который, самый тяжелый. И тот самый, который испытывал проблемы с коленом, как мы могли видеть. К сожалению, отказался от своей дальнейшей борьбы. И в толчке уже мы его не увидим. Алмир Виладжич, Германия. 228. Сначала заявка у Алмира была 225, потом перезавил на 230. Все-таки выходит 228. Ну что ж, неплохо. У Алмир Виладжича самый большой результат во втором упражнении. В толчке 230. Как раз таки в Казахстане был установлен этот личный рекорд. Ну а сегодня Виладжич отличился и в рывке. 195, никогда столько не поднимал. Но, тем не менее, это все равно лишь шестое место. Фернанд Рейс отзывается с помоста. Нет, все-таки опускается. 230 килограммов, заявил Фернанд. Те самые 230, что, в общем-то, числятся лучшими в статистике за всю историю выступлений. В 2014 году на чемпионате мира в Алматы был такой показатель в этом упражнении. И 420 сумма была лучшая. Восьмой результат на тот момент. В этом упражнении. О, на груди вообще четко. Да, но, тем не менее, это не плохо. С такой массой по-другому никак, в общем-то, не нужно работать. Кроме как так. Ну что ж, начало положено. И сразу сумме устанавливает Фернандо Рейс. Отличный рекорд. Ахмед Мохамед. Египтянин 230 начинает. Год назад в Казахстане на этом весь он закончил. Была попытка на 240. Это была неудачно. Ну и как можем мы слышать, приглашается на помост представитель китайского Тайбэя. АПЛОДИСМЕНТЫ 26-летний парень. Кстати говоря, вчера отметил он свое 26-летие. 152-килограммовый такой вот парень. Шичичен. Приехал тайпеец на чемпионат мира в ранге чемпиона Азии этого года. Тот самый остров Пхукет в Таиланде. Совсем недавно были соревнования. И 245 было в этом упражнении в толчке. По этой попытке пока сложно что-то сказать. 231 на штанге было. Ну, потенциально, наверное, может поднять больше сегодня. Большие заявки от упражнений у Алексея Ловчева, Лаши Талахрадзе и Рубена Алексаняна. По 240. Ребята начинают. Вот египтянин для второго подхода сразу десятку накидывает и тоже 240 будет выходить. Беладжич. Беладжич пока готовится. Беладжич Мухаммед Тайчиев. 233. Четко на прямые руки. Да, хорошо готов Тайчиев. 233. Ну, столько он не поднимал никогда. Личный рекорд. Да, ребята так в супертяжах, видимо, накатывают на Олимпиаду. Там еще и Бахадор Мулаи наберет за год форму. Да и Салеми, я думаю, что... Не откажется еще золото одно взять. Из-за травмы он не приехал сюда. Олимпийский чемпион Лондона. Евгений Жирносек. Вторая попытка. 233. И сразу же плюс 3. К лучшему своему показателю. В Лондоне 230 было на Олимпиаде. Неплохо, неплохо. Доволен и сам Женя, в общем-то. Благодаря этой попытке он набирает сумму 434 килограмма. В общем-то, по сравнению... Плюс 8, получается. Да, с Казахстаном плюс 8. За год вполне себе хороший прогресс. Виладжич тут тоже на старости лет решил разбушеваться. В рывке отметился своим личным рекордом. Мы смотрим на толчок. Это тоже рекордное достижение для Виладжича. Есть фиксация. За такую руку не накажут судя его. Да, действительно. Все четко. Гур Миносян вступает в борьбу. 234 килограмма. В случае успеха выходит на первое место в толчке и в сумме. В общем-то, призер чемпионата мира в рывке уже сегодня. Мне кажется, рывок все-таки получше идет по городу Миносяна. Очень много желающих сейчас может появиться обойти Миносяна по сумме. И в итоге оказаться на подиуме. Понимаем. Заявки спортсменов. Март Сейм с 235 на 241 перезаявил. Вот, кстати говоря, Март Сейм и следим за этим парнем. В рывке спрогрессировал, но при этом рывок не его коронное упражнение. Я думаю, ближе к полтиннику можно ожидать результаты Сейма. Но сегодня, судя по тем видео, которые выложены в сеть, видео по физухе. Да, приседания 320 килограммов на 10 раз, 350 килограммов на 5 раз. Дают ему такой хороший запас прочности. С вставанием-то явно проблем не будет у Марта Сейма. Ну что ж, немножко осталось подождать. И мы его увидим. Но пока вот он самым последним из всех участников будет выходить, если остальные не перезаявят. Смотрите, у нас просто уже в течение, наверное, полутора или двух минут все события происходят как раз-таки за кулисами в зоне перезаявки весов. То есть вся борьба происходит там. Ну что ж, все, кто хотел, перезаявили. И очередь выходить Евгения Жерносека из Белоруссии. Третий подход. 236 килограмм. 37 даже. Да, изначально было 36. 237. Попытка выйти на первое место в сумме и в толчке. Ну и, конечно же, рекорд в толчке личный и в сумме. Ну, в общем-то, самое главное, затащить на грудь и взять ее на грудь. Время мало. 5 секунд. 4, 3. Ай-яй-яй. Ну вот как раз, как мы и предполагали. Время основания. Ну, уже неплохо. Плюс 8 к лучшей сумме. Ну, здесь как раз-таки все предельно просто. Повышая физуху, да? Становись сильнее. И можно будет еще больше килограмма поднимать. Конечно. Просто так сидя на кресле, сидеть и говорить, размышлять об этом. Да, конечно. Лаша Талахадзе, серебряный призер соревнования в рывке. Откорректировал немножко свою стартовую заявку, я думаю, с учетом разминки. И его, в принципе, тактика достаточно понятна будет. Он будет смотреть на попытки Ловчева и уже во втором подходе будет прибавлять 5 килограммов, сколько бы Ловчев не заявил. Ух, какой крепкий парень. Штанга на фоне очень маленькая, маленькая выглядит. Да, он и сам, в принципе, как понимаю, рослый спортсмен, потому что эти 155, которые он весит, так, незаметные. Хаджа Мухаммед Тайчиев готовится выходить на помост на этот же вес, только попытка у него будет заключительная. Попал в отдачу. Ай-яй-яй, чуть-чуть локотки сыграли, что скажет судья. Подожди. Два к одному. Считает большинством. Молодец Тайчиев. Хорошие килограммы собрал для себя, да. 190 в рывке, 238 в толчке, 428 сумма. Но, в общем-то, собрал лучшие килограммы, личные рекорды. Но на Олимпиаде, если прибавит, тоже будет где-то близко к призовой тройке. И Алмир Виладжич, 238. Есть. Посмотрите, что творит. Самый опытный парень с сегодняшнего дня, вот так, вытанцовывая. 32 года ему. Уроженец города Ливна, Боснии и Герцеговины. До 2000 года выступал, в общем-то, за эту страну. А с 2000 уже за Германию. Участник Олимпийских игр Пекина. Да, ну вот Германия тогда пригласила и Виладжича, и Штайнера из Австрии, если взять память. Вот эти ребята. В честь страны. Новый. Отстаивают достаточно успешно. Интересно смотреть за рейсом. У себя дома на Олимпиаде он очень эффектно будет выглядеть, я уверен. Там 200 не за горами порвет уже совсем скоро. И в толчке накатывает. Такой хороший супертяж для Бразилии, в общем-то. И никогда не было у них супертяжеловеса такого уровня. Давай, давай. Кто это? Ай, соскочилось, друзья. Что это было? Русский след? Слышали мы, как кто-то подбадривал соревновательную рейсу. Давай, давай. И это явно звучало не из соревновательного зала. Как раз таки из зоны, где стоят тренеры. Еще одна попытка у рейса есть в запасе. Ну, а пока гор Миносян. 240. В случае успеха это будет вторая сумма. Пока лидером по итогам двух упражнений является Лаша Талахадзе. Ну, как мы и предполагали, проблемы определенные у Миносяна со вторым упражнением. Ну, вот из-за этих проблем он абсолютно очевидно будет атакованный напарником по команде. Рубеном, Алексаняном. Что не так страшно для Армении. Да, но есть еще Март Сейм, который подотстал в рывке аж на 13 килограмм. Но может, может. Да, но пока по раскладу 251 примерно нужно полкать. Марту Сейму, чтобы обходить. Тот самый Полтсинник, вообще. Да, да. Ну, а пока Фернандо Рейс. Третий подход. Давай, вставайте уже. Люди до этого было очень мощно. Ай, ну что ты делаешь, родной? Хватит уже расстраивать. Ну, что ж, можно сказать Фернандо Рейсу до встречи в Рио. Чтобы в Рио полтинник толкнул. Да, все-таки шаг в десятку не на руку сыграл бразильцу и остался всего лишь на 230. Да, может быть, 2-3 килограмма меньше. Было бы успешно. Тем временем Алексей Ловчев 242. Не хочет он выходить раньше времени. Чуть их перезаряется. Гор Миносян тем временем заканчивает. Пока его сумма 437. И второе место. Ну, что ж, впереди попытки обойти. Скорее всего, его будут. Так, ну вот ты уже говорил, Сейму сколько нужно на победу идти? С 14 делать. 48 получается, да? Так, давайте посчитаем. Значит, Гор 203, а Март 190. То есть 13 килограммов. Плюс собственный вес. Собственный вес, что я не успел, я посмотрел. 13, 151 у Сейма Белл и Аугора зависло онлайн-табло у нас в очередной раз. Ну, в любом случае примерно на 13-14 килограммов. То есть 200. Ну, все сейчас увидим и расскажут. В очередной раз очищает гриф. Видимо, такая хорошая магнезия на этом чемпионате. Забивает как раз-таки вот эту насечку и буквально через каждые 15 минут приходится там подкатывать. У кого из атлетов-то выскочил палец? Ну, на него вчера вылетал. На него, да. Не сключено, что именно по этой причине все это произошло. Итак, Март Сейм. Эстония 241 килограмм. Попытка выйти на первое место в толчке, но по сумме он будет пока пятым. В прошлом году, пожалуй, был личный рекорд у Сейма 246. В шаге остановился от подиума тогда, а эстонец занял четвертое место. 431 была сумма. Ох, неплохо надеялось. Чуть-чуть торопится, мне кажется, в груди. Ну, он так хорошо использует упругость грифа. Короткий резкий подсет. Прямо видим мы, как в нижней точке гриф просто сантиметров на 20 с каждой стороны опускается. 155, 12. Лаша Талахадзе. Гор Миносян 142, 10. Да. Март Сейма 151, 99. Получается, Сейму нужно делать плюс 14 к результату Гора. А Гор у нас уже закончил. 234. Да, получается 248. Я думаю, уже следующая попытка будет именно на этот вес. Рубен Алексонян. Долго готовится. 15 секунд. 15 секунд. Немного нервничает. Уже 10. Сразу. Да, неплохо. Алексонян толкает 241 в первой попытке. Сумюн пятый. Пока пятый, но в толчке становится лидером. На 241 ожидаем появления спортсмена из Тайпея. Немного так он затаился. И египтянин. Через 11 шагнул. Да. Ну, их такая частая тактика в отдельном упражнении. С холшкианин всегда борется. Если есть возможность. А возможность есть. Он сейчас отходит Алексоняна по меньшему собственному весу. Получается, он сейчас лидирует. Ну, и запаска тоже умерет. Ловчев. Следующий после Тайпея. Шичи Чен. Попытка, в общем-то, непонятно к чему приводящая. Третье место в сумме в случае успеха. И четвертое в толчке. То есть он самый тяжелый из всех, кто с этим весом уже справился. Возможно, на килограмм что-то больше не было прибавить. Может быть, не успели, а может быть, чувствуют, что уже все это пределы. Хотя на чемпионате Азии 245. Опять-таки, на чемпионате Азии он показал очень хороший результат. И судя по попыткам, он шел практически сам за собой. То есть все предельно было понятно. А здесь приходится большие паузы делать. Конкуренция на чемпионате мира в супертяжах, конечно, повыше, чем на Азии. И вот из-за этого тоже это могло повлиять. Показывает нам все ловчиво. Ожидали они, что перезаявят он большую сторону, потому что 241 ему ничего не дает. А 242 выведет его на первое место. Венков об этом и, в общем-то, сообщил тренерам. Мальчи. А я. А! А! Аποιér отстегла! Бой! А! Ух, попал. Ну вот и все. А можно было бы и на килограмм больше, мне кажется, так же все сделать. Да, но пока он на третьем месте в сумме. Многие ребята, я думаю, его с центра третьего места подвинут. Рубен Алексанян 247. По второй попытке заявил. Иранец пока 246. Марсейм 245. И Алексей Ловчев. Первая попытка 242 и в случае успеха первое место в сумме. Лидер после рывка. Иранец. 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 Держи. Хорошо, хорошая первая попытка. Выступаю уже в толчке в прошлом году в Алматы. Алексей именно в этом упражнении толкнул 257 кг, имея нулевой результат в рывке. Все это было в прошлом году. 242 кг для разгона. Я думаю, что как-то так. Интересно, сколько пойдет ваша Талахадзе? В принципе, ему достаточно будет на 5 кг больше, то есть 247. Но пока заявка не меняется. 250 остается. Возможно, попытаются заманить Ловчева на эти килограммы. Ловчев 50, по-моему, заказал. Винков сейчас был здесь где-то рядом. Талахадзе 47 перезаядил в меньшую сторону. Пошла череда-череда перезаявок. У нас всего пять атлетов. Пять атлетов, да. Вот посчитал я тоже только что. Ловчев, Мартсейм, Египтянин, Лаша Талахадзе и Рубен Алексанян. Ну, на сумму Ловчева, кроме Талахадзе, вряд ли кто-то сможет покуситься. Ну да, подотстали в рывке. Во-первых, да. Четвертый результат у нас это группа «Б». Ирахли Турманидзе он уже закончил. Пятый – это Евгений Жерносек тоже закончил выступление. Ну, ты про толчок говоришь? Я говорю по итогам рывка, да. Кто шел и кто еще сохраняет какие-то шансы. Виладжич. Ну, в общем-то, у Алексея такой хороший был отрыв. И остальным ребятам там уже по 260 нужно поднимать. Рубен Алексанян – 246. 246. И в случае успеха он выйдет на третье место в сумме. Обойдет как раз-таки Гора Миносяна, своего напарника по команде. И потом будет ответка от эстонца. Как мы уже считали, Сэйму 48 нужно. Нахопок берет на грудь. Ай-ай-ай-ай. Закоротил при подседе. Что тут? Профен от мира на микротравмы и травмы коленных суставов. Богат, к сожалению. Уже неоднократно мы видели вчера спортсменка Северной Кореи проявила просто героизм. Ну, смотря как, заглянуть на эту ситуацию. Сама спортсменка – это точно героизм, а вот тренеры, конечно, безответственно себя повели, заставили… Рим Йон Сим, да, олимпийская чемпионка, в общем-то. Уже в травмированном состоянии, загоняли ее на веса. Все три попытки причем пришлось ей использовать. Так, Лаша Талахадзе уже готов, но он идет на больший вес. Гор Минасян вынужден подходить… ой, прошу прощения, Рубен Алексанян закончил. Перезъявили тренеры его… Алексанян в большую сторону, но… Судя по тому, что так он, видно, испытывает какие-то болевые ощущения, вряд ли появятся. Да, отказываются от третьей попытки и… Давайте смотреть за Талахадзе… Ай-яй-яй, правая рука немного сыграла, но… Видели мы уже, считают иногда такие попытки… Но не в этот раз, по всей видимости, да. Два к одному не засчитывали… Как раз таки центральные левые судьи, которые, в общем-то, в поле зрения держат локоть… Жора Асанидзе – олимпийский чемпион, Афин 85 килограммов… Главный тренер сборной Грузии… Да… Ну и, в общем-то, видимо… С его стороны не было видно, наверное, до жима, поэтому такие вопросы от Георгия… Да, вот он как раз… Ахмед Мохамед 247… Вот была попытка именно в толчке зацепиться за медаль… По сумме, конечно, он очень много проигрывал… Без вариантов… Но попытка неудачная… В итоге, египтянин у нас пока, как ни странно, на втором месте идёт… И по сумме он девятый… Сейчас, в общем-то, всё решится… Попытка Талахадзе и попытка Марта Сейма… Могут египтянина сдвинуть из призовой тройки… Если вот хотя бы кто-то один из этих ребят свой подход выполнит успешно… То египтянин будет четвёртым… А если сейчас Лаша Талахадзе не справится… То… Египет можно будет поздравить… Как минимум с бронзовой медалью… На этот раз безошибочно… Да, всё красиво… И вот, знаете, что такое приятное впечатление оставила Лаша Талахадзе… Уж предела-то мы точно сегодня не увидели… И, конечно, на Олимпиаде… Пожалуй, он реальный претендент на медали… Я вот… Думаю, так и будет… Если форму не растеряет… И в таком же духе продолжит… Очень легко поднимал Лаша Талахадзе… Марсей Мэй-248 запрыгивает… С помощью своего… Будем считать коронного упражнения… Толчка… В уходящий поезд… Пытается запрыгнуть… Пытается, да… Пока ещё пытается… И Алексей Ловчев… 248… Мы вернулись сразу… Ай, немного назад… Ну вот… Техническая, да, неточность у нас… Вставания при приседаниях… 350 килограммов… Должно быть так полегче… Так, и Алексей Ловчев на помосте… Алексей Ловчев у нас пока второй… И в толчке, и в сумме… И у него две попытки… Для того, чтобы выиграть золото… Чемпионата мира в сумме… Ну и попробовать в толчке также его взять… Килограммы для Алексея, в принципе… Рабочие… Рабочие… Но… Накал, безусловно, присутствует… И волнение… И ответственность… Что нельзя ошибаться… Поспокойнее… Немножко нужно поработать… Давайте смотреть… Хорошо на грудь… Держать, держать, держать… Есть! Чемпион мира этого года… Есть! Ну что ж… Очень хочу увидеть попытку мирового рекорда… Ну… Далековато, я думаю, сегодня… И будет еще зависеть от подхода Марта Сэйма… Я думаю, пойдет… Отец спрашивает… 62… Идем… Надо… Надо сходить… Хотя 62… Это… Далеко не рекорд? Да… Рекорд России, может быть? Нет… 60, по-моему, рекорд России… Да? Чумеркина… Да… Ну… Сейчас дождемся… В любом случае… Поздравляем Алексея… Ура! У нас два чемпиона мира… Здесь, в Хьюстоне… И это, безусловно, успех российской команды… Да! 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 Сэйм подсобрался… Ура! И влез! Есть! Есть! Запрыгивает… В уходящий пояс… И становится призером, да? Защита на попытках… Два к одному, правда… Ну да, была дрожь такая в локтях… Поздравляем Марта Сэйма… Тоже мы рады за него, потому что… Следим с прошлого года… Да… Так вот… Заявил он достаточно уверенно, что… Будет бороться… И, в общем-то… Борется действительно… Смотрите… 248 килограммов… На 2 килограмма больше, чем год назад… Да… Так… 264 мы видим заявку… 264… Ничего себе… О да… Ну… На грудь-то надо постараться взять уж точно… Да… Ну… Все медали золотые… Алексей на этом чемпионате… У нас… Завоевал… И… Осталось только пощупать… Мировой рекорд… Возможно на Олимпиаде… Придется… Придется это делать… Поэтому… Лучше быть… Уже так… Немного психологически… Готовым… Еще раз повторюсь… Алексей Ловчев… Заслуженный мастер спорта России… Родился… В городе Карабаново… Владимирская область… Ну… Выступает он уже за… Юность Москвы… И… Республику Комми… Интересы спортивного общества… ЦСКА представляет… Да… Дорогие друзья… Мировой рекорд… Попытка супертяжек… Давненько этого не было… Я не припомню… Ну… В рывке ходил Салеми… Может быть… Да… Ну… Резазаде… Давно установил… Знаешь где… В Париже… По-моему… Салеми ходил на рывок… В одиннадцатом году… Да… Супер престижная… Супер тяжелая весовая категория… И мы увидим попытку… Установление мирового рекорда… Именно в этой категории… От… Тяжелоатлета… Из России… Алексей Ловчев… Уже чемпион мира… Этого года… С чем мы его… Конечно же… И поздравляем… Но… Насколько ярко… Будет это сделано… В случае успеха… Зал встречает… Алексея… С трудом умещаются диски на штанге… Сразу… 16 килограммов ко второй попытке… Леха… На грудь надо точно брать… Стоп… И держи, Леха… Держи… Леха… Есть мировой рекорд… Есть мировой рекорд… Да… Я думаю… Не скоро кто-то подберется… 264… В историю вписывает себя Алексей Ловчев… Потому что… Бит мировой рекорд… Резезаде… Это огромные килограммы… Огромные… Кто следит за тяжелоатлетикой… Понимает… Что… Браво… Браво… Леха… Красавец… Да… Такие килограммы… Ну… Думали… Что все… Резезаде… Будет стоять долго… На грудь… Как легко он взял… Там… 270 килограммов… Запас… Просто… Легче… Чем… 242… В первой попытке… Просто… Тама Шаян тут подбежал сразу… На горяченькое… Вау… Что творится в Хьюстоне… Ребята… Повезло зрителям в зале увидеть все это вживую… Да и нам… В общем-то нам тоже… Два ночи почти по Москве… И такие дела происходят… С ума сойдешь… Красавец… Супер выступление… Супер выступление… Супер выступление… Просто… Других… Нет слов… Казалось бы… Ну ничего уже не надо… Ты чемпионный… Я еще раз пообладу этому парню… Мировой рекорд… Супер тяжелой весовой категории… Да вы вообще вспомните… Когда это происходило такое… О боже… Ух… Да… Леха… Ты лучший… Лучший сегодня… Донеси… Донеси… Донеси эти килограммы до Олимпиады… Пожалуйста… Сколько… 475… По-моему сумма… У нас получается… И мировой в сумме что ли… Да… На три килограмма… Два мировых рекорда… Два мировых рекорда… Вот так… Держите… Иранцы… Нету больше… А нет… Ну в рывке остались иранцы… Ну ничего… Догоним… На Олимпиаде… Догоним… 475… Даже у меня сумма больше впечатляет… По-моему… Это в истории тяжелоатлетики… Это произошло… При всех раскладках… Да… Помним мы, что… Во времена Советского Союза… Поднимались в толчке там… Чуть больше килограмма… Немножко… Наверное… Другие условия были… Но… Самое главное… Что… Это поднято сейчас… Поднято Алексеем Лопчевым… Фантастика… Просто фантастика…